Факт «Монголика» – термин принятый в европейской историографии для обозначения влияния монгольского завоевания на социальные, культурные и экономические стороны жизни народов Евразии, завоеванных Монгольской империей в XIII и XIV веках. Также монгольским миром называют влияние на торговлю и связь и период относительного мира, последовавший вслед за монгольским завоеванием. Завоевание Чингисхана и его последователей способствовали установлению контактов между Западным и Восточным мирами на обширной территории от Юго-Восточной Азии до Восточной Европы. Великий шелковый путь, ведущий через Европу и Азию, попал под контроль Монгольской империи. Говорили, что «дева, несущая золотой самородок на голове, могла гулять по стране». Закат монгольского мира был отмечен политическим дроблением империи и вспышкой чумы, распространившейся по торговым путям на большую часть мира. Основание «Основание Пакс Монголика» было положено в XIII веке и связано с зарождением Монгольской империи при Чингисхане. В процессе покорения различных племен, населявших регион, Чингисхан произвел коренную перестройку социального устройства монгольского общества. С каждой победой число подданных Чингисхана росло, внося разнообразие в социальную структуру племени. В 1203 году Чингисхан произвел военную реформу, направленную против кланово-родственного принципа построения армии, который до этого в немалой степени мешал консолидации армии. Он разделил армию на десятки. Члены десятки были вынуждены быть лояльными друг к другу, вне зависимости от этнической принадлежности. Десять арбанов объединялись в зун, десять зунов составляли минган или батальон, десять минганов составляли тумен – крупнейшее подразделение монгольской армии, состоявшее из десяти тысяч воинов. Такая организация армии не только показала свою эффективность при введении военных действий, но и способствовала консолидации монгольских племен. В 1206 году Чингисхан объединил под своей властью племена монголов и был избран и провозглашен правителем Монголии. Молодое государство начало активно расширять свою территорию. В 1209 была начата кампания по покорению западного ся. В период между 1213 и 1214 годом монголы покорили государство Дзинь, а к 1214 году захватили большую часть территории. К северу от реки Хуанхэ, в 1221 году монгольские военачальники Джебе и Субадеи отправились в сторону Каспийского моря и на Русь. Чингисхан победил Джалалат Динамангбурны в битве у Инда. В том же году закончилась война с государством Харизмшахов. В 1235 году монголы захватили Корею. Два года спустя внук Чингиса Баты и Субадей начали завоевание восточноевропейских территорий. В 1241 году они вторглись в Польшу и Венгрию. В 1252 году монголы вторглись в Южный Китай, столица которого Хэньчжоу пала. В 1276 году в 1258 Хулагу захватил Багдад. Каждая победа приносила не только территориальные приобретения, но и технологии, контроль над торговыми путями, дань, налоги и специалистов. Территориальные завоевания сделали государство монголов не просто крупной, но и технологически развитой империей. Торговля ПАКС-Монголика сильно повлияла на развитие цивилизации Евразии в 13-14 веках. На пике могущества монгольская империя простиралась от Шанхай-Гуани на востоке до Будапешта на западе и от Руси на севере до Тибета на юге. Объединение огромной территории привело к повышению безопасности перемещения, в результате привело как к росту объемов, так и к расширению географии торговли. Международная торговля Монгольская империя объединила мировую торговлю и утвердила значение Великого Шелкового пути как основной транспортной магистрали. Объединение народов Евразии снизило количество поборов со стороны местных властей и повысило безопасность передвижения. Европейские торговцы путешествовали из Европы в Китай по хорошим дорогам. По Великому Шелковому пути перевозили китайский шелк с Малукских островов, везли перец, имбирь, корицу, мускатный орех. Европейцы знакомились с восточной кухней. Европейцы импортировали муслин, хлопок, жемчуг и драгоценные камни из Индии, оружие, ковры и кожаные изделия из Персии. Порох был завезен в Европу из Китая. Из Европы на восток отправляли серебро, тонкие ткани, лошадей. Морской шелковый путь также оказал влияние на торговлю и установление монгольского мира. Развитие морского шелкового пути началось с небольших прибрежных маршрутов в Южном Китае. По мере развития технологии и навигации морской путь пролег через Индийский океан. Далее маршрут распространился на Аравийское море, Персидский залив, Красное море и море Восточной Африки. Наряду с материальными товарами по торговым путям перемещались идеи, знания и технологии. Например, Джованни Немантикорвина, архиепископ Пекина, основал католические миссии в Индии и Китае и перевел новый завет на монгольский язык. Торговля с далекими странами познакомила европейцев с такими инструментами, как векселя, депозитные вклады и страхование. Введение векселей значительно облегчило дальнее путешествие, поскольку избавило торговцев от необходимости возить с собой металлические монеты. Достижения исламских ученых в области математики, астрономии и других наук проникли в Африку, Восточную Азию и Европу. Именно в период монгольского мира в Европу из Китая пришла книга печатаний и технология приготовления бумаги. В эпоху монгольского мира утвердились зачатки банковской системы, в том числе обмен денег и представление кредитов, что привело к росту торговых капиталов. Система управления значением Монголии была обусловлена ее центральным географическим положением. Монгольская армия могла с легкостью поддерживать сильную власть на территории практически всей империи. Армия обеспечивала функционирование путей сообщения. Вдоль торговых путей устанавливались постоянные посты. Сложные местные налоговые системы, существовавшие до установления монгольского влияния, были упразднены. Чтобы не препятствовать свободному перемещению товаров, была введена унифицированная система мер весов. Забота о торговцах доходила вплоть до посадки деревьев вдоль дорог, с тем, чтобы они защищали путешественников от палящего солнца в летние месяцы. Там, где не было возможности высаживать деревья, дороги обозначались каменными столбами. Монголы создавали союзы с другими государствами и обществами в интересах торговли. Монгольская армия принимала участие в формировании потоков, уничтожая города на незначительных и труднодоступных путях. Монгольская армия практически полностью состояла из кавалерии, что позволяло ей очень быстро перемещаться на огромные расстояния. Свод законов, известный под названием ЕСА, Великий закон предусматривал серьезное наказание за преступления, особенно в области торговли и коммерции. ЕСА подорвала основы межплеменных конфликтов, тем самым способствовав установлению благоприятных для торговли условий. Строго преследовались кражи и угон скота, а при Чингисхане была введена в действие система по поиску украденных вещей. За кражу полагались строгие наказания, включая возмещение ущерба в девятикратном размере. ЕСА устанавливала свободу вероисповедания. Таким образом позволяя торговцам вне зависимости от их религиозной принадлежности свободно перемещаться по империи. От налогов были освобождены религиозные лидеры, а также доктора, юристы, предприниматели, учителя и ученые. Законы империи были гибкими и в той или иной степени базировались на местных законах. Почтовая система. Монголы установили ЯМ. Первую систему связи, соединившую Дальний Восток с Западом. Почтовые станции были установлены каждые от 2,5 до или на расстоянии дневного конного перехода. Почтовые станции были введены у Гадейхана в 1234 и обеспечивали путников фуражом и свежими конями. Почтовая система расширялась при последующих правителях. ЯМ управлялся армией. Благодаря почтовой системе, позволявшей относительно быстро пересылать важные сообщения и перемещаться на дальние расстояния, Монголы смогли эффективно управлять огромной империей и обеспечивать политическую и экономическую стабильность. Упадок. Гибель Монгольской империи связывают с рядом причин, в число которого входит некомпетентность руководства, коррупция, восстание, борьба за власть. Внешняя угроза эпидемии Чумы. Гибель империи привела в затруднение торговли между Востоком и Западом. Ослабление власти. Монгольская империя к концу своего существования представляла собой объединение множества сильно различавшихся между собой территориальных образований. Ханств. К XIV веку в связи с начавшейся изоляцией правители ханств стали уделять внимание только интересам своего ханства. Особенно важным фактором гибели Монгольской империи была религиозная нетерпимость. Золотая Орда постепенно теряла влияние и территории из-за нетерпимости, проявляемой по отношению к различным религиям. Правители Золотой Орды приняли ислам и установили дружеские отношения с мамлюкским султанатом Египта по политическим причинам. В свое время монголы Золотой Орды сражались против персидских монголов. В то же время восточная часть Золотой Орды, Белая Орда поддерживала хорошие отношения с Великим ханом. В Китае потомки Хубилы и хана считали, что причиной ослабления монголов стала их китайзация. В результате, чтобы противостоять китайзации императоры династии Юань стали отдаляться от народа. Ранее Хубилы и хан поддерживал китайскую культуру, но при династии Юань поддержка прекратилась, усиливалась нетерпимость. В народе ходили нелепые слухи о чудовищных планах монголов. В результате отношение местного населения к монголам ухудшалось. Ксенофобия стала причиной изгнания монголов из Китая и дальнейшей изоляции этой страны от остального мира. Черная смерть огромную роль в гибели монгольской империи сыграла пандемия бубонной чумы, разразившаяся в XIV веке. Торговые пути, связавшие между собой отдаленные части империи, сделали возможным распространение чумы по континенту. По версии Вильяма Макнейла, источником заражения стали грызуны Южного Китая и подножия Берманских Гималаев, от которых болезнь передалась монгольским солдатам, вторгшимся в регион в 1252 году. В 1331 году чума была отмечена в Китае, откуда по торговым путям она была принесена на запад. Переносчики чумы и блохи перевозились на большие расстояния в гривах лошадей, шерсти верблюдов и крыс. Черная смерть уничтожила около трети населения Китая и от 25% до 50% европейского населения. Ослабленная эпидемия империи не могла утверждать власть на отдаленных территориях, где начались восстания. Восстания нарушили производство и торговлю и положили конец монгольскому миру влияние на торговлю. В течение последующих 300 лет Китай проводил политику изоляции. Были запрещены въезд иностранных торговцев иностранные языки. В качестве государственной идеологии были установлены конфуцианство и даосизм. Началась культурная стагнация. Первые годы существования империи Мин снизились объемы торговли с остальным миром, что объясняется скорее войной, эпидемиями и беспорядками, нежели политическими сдвигами. Определенную роль в снижении торгового значения Китая сыграли экономические трудности. В связи с эпидемией чумы практически полностью остановились дальние путешествия. В результате бывшие лидеры, такие как Китай, уступили лидерство в мировой торговле таким европейским державам, как Португалия или Испания. Кадровый и культурный обмен в эпоху монгольского мира происходил товарный обмен на территории Старого Света, особенно в Европе и Азии. Эпоха была отмечена миграциями профессионалов. Были совершены открытия в экономике, военном деле, медицине, сельском хозяйстве, кухне, астрономии, печати, географии и истории. Монгольская империя играла роль культурной биржи Старого Света, пока ей на место не пришли морские европейские державы, взявшие на себя эту роль в Старом, а потом и Новом Свете.